Йо-йо-йо, с вами Рим, реакция и мнение. RBL Universe, DeepXense, пластмассовый мир против Отто Иванушки Интернешнл, что ли, да? Да, ес, соломуля, пацан, вас, с вами бессмены, бессмертный, самый охуенный ведущий, я, Антон Забейта, RBL Universe. Я очень скромный, самый скромный мир. Одна восьмая, RBL Universe, справа от меня, пластмассовый мир, DeepXense. Насчет DeepXense, собственно, я за него смотрю. Мне нравится, как он баттлит, но вот треки не очень. Ну так, они как бы по смыслу хороши, но он слишком воет. Напротив него Иванушки Интернешнл, Отто! По итогам первого батла счет между командами 5-0 в пользу пластмассового мира. Посмотрим, что будет сейчас. По итогам жеребьевки я вам скажу о ней чуть позже, потому что спонсор у нас сегодня Алиса Инвестор. Заходите в ее инстаграм, переходите в директ и узнавайте, как круто поднимать бабло без наеба. Дайте шомо, пожалуйста, ел! Ну конечно, конечно. По итогам жеребьевки первым начинает DeepXense. Врубай первый бит и погнали! Йоу! Раз-раз. Хардбас. Гарда-дипас, батл-рэпер и Гарда-дипас. Говорят, BPM не мое, в меня не верят в комментах. Только нет больше старого дипа и жаркого рио, к вам едет легенда. Он лучший в танцах, он шарит в ритме, он флексит просто шикарно. Ты думал, сможешь забатлить дипа, но кто ты против рекорда? Это пластмассовый мир, мы команда мечты, прикрывай свою задницу. Мы бросаем, улежами, гранат, муляжи, батл рэперов, и они реально взрываются. Белый воротничок, чем хуже чужок, тем чище рубашечка. Я сразу понял, кто ты из Иванушек, да ты Иван, дурачок, быдловатое чмо. Каждый третий сумасшедший техник, я сумасшедший гуманитарик. После АКПЛ и тупо тараторить ума не надо, и для меня тут будто санаторий для ветеранов. Ты не нарывайся на рамс, вам пока рано. Командный состав для рвать на битах там, генерал, только нет боев. У тебя банчи, ноль батл, и не твое. Эй, меня не пистят на митинги, ведь я гражданин керамбидии. Тебя тоже не пистят на митинги, у тебя ментовской китель сотрудников СИН. Это те самые псы, что судят на бутыль арестанта в колониях. А Навальному дали три года за то, что отчет не отправил им вовремя. Ты щеголел в этой форме, все оправдания к черту. Ты пояснял им за шумоплэнт, это из-за рифмобеса, теперь поясняй им за шмотки. Ты, говорят, агрессивный по синьке, прямо как Халк, это не смешно. Когда засыпаешь стимина в писке, то ты просыпаешься без штанов. Ты че на заправке работаешь? Каждый твой клип напоминает нарезку кадров топ-гир. Будь твоя воля, ты бы как реквизиты, но батл принес с собой автомобиль. Но мне непонятно так, а что ты же не мертвая шлюха. Так почему ты всегда залезаешь в багажник? Твоя любимая маска в инстейте, так кто ты в форсаже? Ты вроде как повар, так и не скажешь, почему опять получается каша. И чтобы меня разобрать, им придется тебя разобрать. Так может каждый читать дабл тайм, но не каждый дабл тайм. Потянет сразу на дабл хилл набор случайный фраз прогнать по битвы. Борис урагата будто по плавке. Хватит араторить и план, 140 ударов в минуту ни одного не попал. Би-би-я-мокоп, лобот-барс, мы даже как поиск быту делаем фар. Залетаем в любой дом, будто фандом, и отныне любой дом это фандом. Ведь ее сражали, пока нас сражали, вместе мы покорять топ, топ. Тополины, пух, жара и июль. Ночи такие душные. Я тебе на ушко прошепчу, Что там ни пять ноль, ни пять ноль, ни пять ноль. Районы, кварталы, жилые массивы. Куки шумом окупила Симс. Гранаты бывают разные, сигнальные, фугасные. Но всем одинаково хочется, разлета как у осколочной. Ай-яй-яй, девчонки, Залезают телеграмми. Там каналов много, Посвященных лишь керампе. Новый, 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 новый год Нам стучится в двери Новый, 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 новый год Это 2001-й тополиный пух Мы едем в тур, Собираем стадионы и ебем кей-поп И даже когда все мы придем к Дудю, Мы расскажем, что такое АО! Тополиный пух, тополиный пух, Тополиный пух, тополиный пух, Хорошо. Баблахов мне нравится. Неплохое начало заряжено, друзья. Отвечает первым раундом Отто. Дайте шум ему, вы можете звукориковать. Раз, раз, сейчас давай попробуем. Слышно? Нормально слышно? Еще? А, все, все четко, все четко. Врубай первый бит, погнали. Блядь, керамбит, ты когда поюшку уцрать хочешь, блядь. А, а. Я включаю твой рэп недопонятый, А там умные мысли равны свои бонами, Что с тобой, монами? Там и Волан, и Мур, и Гору, и Голум, и Поттер, и Фроды, и Боромир. Пентаграмм, их тунху, всеми, блядь, догмами полон мир, слышь, объясни. Как ты с такими мозгами додумался на баттле кидаться тампонами, ёб твою мать. Это последствия травмы, твои действия вакуум, мир. Раньше прикидывался, о чем эта паста новая, непосредственно ваха. Никому дела нет, что ты там выстрел, баттлы и фистинг альбом. Ты согласился на этот сезон, ведь хочу любит пиздить толпой. Да, ты ряд выбор, окопала до беды, куда только не лезет он. Ты кончился, я говорю тебе не сурово, ты как бы не резал торт, твой кусок из урода вон. Ёкнись, вся тактика из уловок, ты лишь респектируешь, будто пресс бетонся. Респектовок, тебе лес нагонит, но ты мерзкий клоун на битах, где тебе сбит топ. Какая нахути победа ты, рядом между ивентами. Тебя взяли команду, лишь для того, чтобы уравнять шансы с оппонентами. Твой скучный рэпчик лучит вечно, куча треков, сумме речу, груст на плечи. Реписал Горгород, чтобы послужить это ответчик, а. Я не разделяю восторг понятых, похоронил и дип эксенс, прикиньте, могут подбиты. Охуеть, рэперы, блядь, умеют читать под бит, вот это старание. У нас в акапеле сегодня Макс Кири, и че, блядь, он умеет разговаривать, блядь. У нас в акапеле сегодня Макс Кири, и че, блядь, он умеет разговаривать. Мочи нет, сотни треков задроченных, все звучат так, будто наводишь порчу все прочерком. Не семья, и твоя тёлка малолетка для тебя в роли дочери, блядь, ты конченый. Главное зашло бы, и пока ты выпускал треки, твоя мадам выпускалась со школы, а. Че-то ты меня подзаебалось, к старой проявляет солидарность. Но для меня слово солидарность от слова соли, так что принимай данность, давай. Осуждай меня вместе со своей компашкой недоразвитых. Хочу, чтобы меня судили дип эксенсы с пидорасами, рау. Ну, так себя. Ну, рау, да понятно, но всё равно. Дип эксенс лучше явно был. Это был первый раунд, вот так как вам! Продолжаем, друзья, продолжаем, продолжаем. Второй раунд дип эксенсы, дайте шум ему, ё! Второй раунд, погнали! Это Влад Федотов, yeah! Да, это очевидно. Это Влад Федотов, он главный ёбаря, основа любой из его историй. Рассказы о том, как он жарит тёлок, там всё смешалось говно и сопли. У Влада давно протекает крыша, он перешёл в батл рэп за вниманием бывший ебать мотив. Но пошёл по совету Милфы, с которой тогда мутил. Если бабу тебя заменяют маски, то какая из них откопалась и бит? У какой из твоих пассий отменный вкус? Покажи мне пальцем, я ей въебу. Забе уснул, скучнее я только твой рэк. Про суп даже по нужному адресу двигая, ты впиваешь геологацию клитора. В песне Влад поёт весь район, называл их сбывший пиздец и ебанько. Эти строки вывозят весь текст, вы как Бонни и Клайд. Ебанько, пиздец, ебанько. Звучит, конечно, заебца, как украинская версия мовца. Назваться ебанько в песне про любовь, определённо в этом есть ебанца. И ты не говорил, кто из вас пиздец, но понятно и так, ебанько, это ты. Ты на млечного текста писал пять часов под накуркой по звуке включённой воды. Представьте, выходит лесник на поляну, там Отто зачитывает рэп под ручей. Пока Моргенштерн пердит на битах, ты можешь услышать аккорды в моче. А ещё он предпочитает секс с девушками, у которых парни есть. Он это называет местью за травлю. В детстве, походу, у тебя болезнь. Это первый мститель. Марвел сосать. Ну и как тебя звать, капитан Салехард? Давно бы поймали пизды, бы ему вламели. Только, походу, этот мститель неуловимый. А басут потом плюнут в ебало. И чё ты побежишь покорять чью-то бабу? Орудие мести, хуй как кинжал. Ты суёшь его в тех, кто тебя и не обижал. На планете уже семь миллиардов прямых доказательств наличия секса. Я думал, что вы в Салехарде ебётесь, ну так чисто, чтобы согреться. Но наш лавелас не так прост, ебать, кто любит свою пиздец, они ебутся на стороне. Сходятся снова, расходятся снова, ебутся на стороне. Стой, погоди, ты её называешь объектом. Главное, любви в своей жизни. Такая любовь, щу дингера, когда она вроде твоя, а хуи мне чужие. Пока твоя любовь ибьется с кем-то в Черногории, ты трахал других, выдавая за месть. Может быть, в зале мне кто-то напомнит, как называется эта болезнь. Страшный заразный кукол да вирус, даже харламов его не вынес. Все говорят его симптомы ужасны. Твоя команда — это новый муж, а смур. Ты же не прочь постоять под дверью, она там орёт, будто панчит Сеймур. Салихард — это крайний север, там проще всего повстречать оленя. Ой, эти свидания несерьёзные. Она погуляет, ну и вернётся с прицепом. У вас будет полный состав, так появляются паровозы. Я нашёл у тебя на стенке ваши это внешнее фото, когда вы вместе. Но вот не помню конкретно, где в ресторане, на пляже вы. Нет, вы там снова в ебаном багажнике. Я даже прикидывал, как вы разошлись. Встречаться с таким — это же дикий садист. Она говорит, давай сходим куда-нибудь посетим. Ты открываешь багажник и говоришь, ну садись. Ты пытаешься петь нежно, получается Play'n Angel один в один. Ты пытаешься клеить женщин, но получается пара грин. Тораторка паян и наборы из бук. В ТНТ не помог сделать годный продукт. На баттлах все похуй, кого там ебут. Пока ты не делаешь это в кругу. Или по кругу. Это был второй раунд Дипэксенса, как вам? Хорошо. Но биток у него. Отвечает вторым раундом. Отто, дайте шум ему и врубай второй биток. Погнали. Эй. Русский рэп нахуй. Брось микро. Брось микро. Брось микро, блять. Брось микро. Брось микро. Брось микро. А. Они просят выйти в круг и нашинковать их. Вам ведь надоели баттлы? Лучше б ушли. Почитачу пишет лохи о вашей команде. Пара никому нахуй ненужных душнил. Ваш ютый стайлак выкупит лишь коммерсант. Пытаются втюхать, мол, не занижены в репе. Я надеюсь, они не помогали тебе писать. Пока ты дочитаешь, твоя сука станет совершеннолетняя. Она взрослая. Нет? Пятнадцать всегда. Ждет все твой последний час. Мы берем это на улицах. И несем сюда. Ты берешь это на улицах. Начинаешь ты встречаться у ебан. Видел, как могу? Меня не учили ни Питер, ни Краснодар. Можешь не доставать из папки. Мой хуй. После баттла отойдем. Посмотришь просто так. Нравится? Твой дом, блядь, под покрывалом. Погреб, ванна, громко валит. Грозно баттлит. Закрой хлебало, лох ебаный. Кто ты нахуй? Просто вафля, а? Пародия Eminem, а ты пытался? Но тут я рэп-гад вылитый. Обожай сборить и ебаться. Спорим, я тебя выебу. Благо не в Акапелье, но нахуй. Ну это уже где-то слышал. Можно заново бить, простите. Эй, эй. Ну это ж в фильме, если не видели. Это ж оттуда фраза. Ну, впервые так всплыла сильно. Чужие среди нас. Старый фильм 88-го года. Про захватчиков. Практически документально можно сказать. И там была фраза, значит. Я пришел сюда жевать жвачку и надирать задницу. Жвачку я уже доживал. Ну тут то же самое. Понятно, что это фраза более старая. Брось микро. Брось микро. Брось микро. Брось микро. Брось микро, блядь. Брось микро. Брось микро. Брось микро. Они просят выйти в круг и нашинковать их. Вам ведь надоели баттлы, лучше пушли. Почитачи пишут лохи о вашей команде. Пара никому нахуй ненужных душнил. Ваш лютый стайлак выкупит лишь коммерсант. Пытаются футуху, мол, не задержаны в репе. Я надеюсь, они не помогали тебе писать. Пока ты дочитаешь, твоя сука станет совершеннолетняя. Она взрослая, нет? Пятнадцать всегда. Ждется твой последний час. Мы берем это на улицах и несем сюда. Ты берешь это на улицах. Начинаешь с ней встречаться у ебан. Видел, как могу? Меня не учили ни Питер, ни Краснодар. Можешь мне доставать из папки мой хуй. После баттла отойдем. Посмотришь просто так. Нравится? Твой дом, блядь, под покрывалом. Погреб ванна. Громко валит, грозно баттлит. Закрой хлебала, лох ебаный. Кто ты нахуй? Просто вафля, а? Пародия Eminem, а ты пытался? Но тут я рэп-гад вылитый. Обожаю сборить и ебаться. Спорим, я тебя выебу. Благо не в акапелле, но набливать не на способы. Нахуй Антону ставки. Ты тут один из спонсоров. Так что, дядя, выруби борзовый. Ты тут до тех пор, пока можно тебя использовать. Ты делаешь монтаж за косарь в рабстве? Если чё, левым намекни. Хотя не, я тебе придумал применение. Вот тебе косарь. Либо не мне клип, сучара. Блять, пресс и петух. Это самый неопытный бодибэк старику. Я по сравнению с тобой саны и ноунейм. Ставят со мной, значит мне ставят в хуй. А? Моя жизнь нотит ток. Вы льете воду, после пробьете дно так. Знаешь, почему ты тараторщик со 140? Драго перепутал тебя с дётем Монком. А? Я-то только начал. Общаюсь так, будто что-то не поделил. Вы хуёво рифмуете ради банчей. Мой каждый охуенный банч ради рифм. Именно по этому еблам. Блять, брось микро. Брос микро. Они хотят адский дро. Блять, брось микро. Брос микро. Каждый батл под скриптом. Блять, брось микро. Брос микро. Брос микро. Блять, брось микро. Брос микро. Брос микро. Ты не догоняешь, как это правильно. В паре ватчхаб или каверы. Про меня в караван. А риф на вокал от Гагарина. Раньше батл до талого фото. На аватарах. Сейчас это пара палок для патолога анатома. Тут взаимо уничтожение. И твой ебать под метроном разорван. РБЛ поимели слова. РБЛовцев блять поимел 140. Ты во власти забей. Я во власти за рэп. Мне похуй на деле. Я сюда пришел за лучшим на битах. Но дали лучшего в акапеле. Да и на шума насрать уже. Его отгибали. А баклава ничего не держит. Зря полез в драку. Так что забирай второго маршала. Сгибались нахуй. Ну так. Мне бит не нравится. Зачитали оба нормально. Но по панчам все таки Дипоксенс лучше. Тут более серьезно. Но вот этот один патч был. Но такой. Который с 88 года уже известен. Ну тут равно. Пусть ладно. Пусть равно будет. Остер. 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 Пацаны, тут если че касали, потом можете билет отбить. Ну че давайте завершать. Это просто пиздец. Третий. Решающий. А может и нет. Третий раунд. Дипоксенсов. Дайте шум ему и погнали. Врубай третий бит. Я расскажу историю любви Про то, как Влад Федотом стал таким Он у парней девчонок уводил Но это благородный был мотив И нам, чтобы понять его травму Нужно мыслить реально, глобально Ведь пока я читаю свой раунд На земле распадаются пары Первая любовь, как дешевый фильм Оставляет на сердце шрама Она умирает всегда, будто Шон Бин На другой стороне экрана Так всегда, когда двое мечтали о вечности А мечта оказалась влечением Он-то думал, что он исключительный Только он-то не стал исключением Он вспоминает то время, когда пробирались тайком В дом, пока нет родаков Первый секс на кровати у мамы Друга, которому так ревновал Но мы вместе вдвоем В вашем сердце горит огонек Именно такая должна быть любовь Его звали Дима Плетнев То был запретный плод Вы мечтали о мире, в котором пропали бабы Заднеприводный рай, в котором Адам Бы состал из ребра Адама Вместе взрослели и стали круче От бачи мучки Такая чумучи Плеере тупака в штанах трипак Но однажды Дима Плетнев пропал Не выходит на связь, не берет телефон Он просто исчез, будто Аксимеон Или гнойный в СИЗОН Как тюлень на отборах в СИЗОН На заплаканной подушке ты ночами погибал Днями ты стоял у домофона В это время представляя, как Димона Убивают домофобы Отогоревал, покуда пролитали годы Спустя много лет ты по улице шел И в случайном окне ты узнал силуэт И почувствовал шок Это Дима Плетнев обнимал сына Как отец, а не как пидор Рядом стояла жена, он тебя променял Как он мог, ты же верным был, как псина Именно поэтому теперь ты уводишь девок у парней Потому что это твоя месть Твои имя разрушения семей И пропаганды киев на земле Ты хотел показать, что все бабы шлюхи Чтоб мужики перестали быть гетеро А ты сапатировал натуралов Это было для того, чтобы создать себе армию педиков И когда тебя Тимми приомнил, ты был агрессивный такой Потому что ты вспомнил о Диме Плетневе Это вызвало боль из тех самых пор Ты не любишь керамбит, а САО Потому что ты просто завидовал Ведь АО бы никогда не променял керамбит А на какую-то штуковину с клитором Видели, да? Я первый, кто написал фанфик на бит Я расширяю вселенную Только это еще не конец продолжения В следующей серии Это просто пасхалка Но я будущее знаю наперед, будто ванга Ты увидишь буквально, как перед керамбайскери Становится раком Влетаю на бит с охуенным текстом Ты даже не знал, что так можно Если посадить кукиша на кулак И выкрутить кукиш Получится матрешка Именно так пластмассовый мир Разбирает вас на сувениры Время достать керамбит Просто стой и смотри Как умирает Макс Кири Это был третий раунд Дип Эксенса Как вам? Дип Эксенса! Дип Эксенса! Дип Эксенса! Недарова Терри и Захавра увлекаются Дайте шум ему и врубай третий бит! Заебись лов стори, братан Сегодня прощенное воскресенье, да Я хочу извиниться перед всеми родными, близкими Кому я должен, всем прощаю Да, я ищу тот уебок Стыдно, правда По морю развлечений настырно плавал Где же грань между как хочу и как нужно? Заблудился, пока искал стык на картах Хвосты из траблов Огонь доверия Знали бы, как сложно разжечь его, а? Мой каждый знакомый Боится знакомить меня с новой женщиной Похоть везде Катя, Вика, Женя Слезы давят, как ошейник Я все ждал, когда вы меня пошлете Пока вы ждали предложения Да, любимая, тоже прости Простите все близкие Молодость, изверг Я редко извиняюсь, но Если извиняюсь, то делаю это искренне А, чё, шик реклама Я просто учился так жить Ебла на твой вшивый план Пристыдите унизить Сука, все, что лежит неправильно Ты жид ебаный Я в ахуе, дядя Лишь всего и не добавить Ты уничтожил обычного клоуна Ведь он себя вел Не как подобает А как тогда правильно, ёпта Расскажи давай Люди мыслят итогами пережитого И то, что для тебя было пиздец Бессовестно Для плейн-деда было просто пшиком, блять Сука, вынес и прогадал Вахабит наш вырос не по годам Жить нужно правильно Схуя ли ты решил, что ты знаешь, как это? Ритмобес похоронил Хэллоуин Даже твое, блять, начальство Я считал их надменами Всех пока просто с каждым Лично не пообщался С тобой все наоборот На баттлах ты добрый Вроде все так, но мне столько хуйни Наговорили, что я мог вывернуть Этот рамп сплошной сетап И в конце послать нахуй Устал, эмилевские ресторы Несколько песен на телеке Детские треснутые пуканы за игнор Томный Невский Нет, старик Все, что хотел, я сказал Спасибо за баттлы Тебя сейчас выносит твой бывший фанат И это забавно Сумба, лакан, псевдок, грудь Для украшения серых будней Вот ж ради того, что выиграет всех Не в этом красота Баттлы, панчи, рифмы Вся логика Очевидно, брат Ты же знаешь сам Не в этом красота Жить для себя Там всегда, там семья Мы любовь Да, в этом красота Да, хочешь молодым остаться, братик топ Когда сказали, что выстреливать с помощью ТТ Только ты подумал про ТикТок А Рэп твой друг Но всю правду тебе не скажет он Пять лет назад ты по фану Запустил челлендж Дис в каждый дом Ты думал, все будут тебя отмечать Отправив с хэштегом Дис до трек Я единственный, кто кинул видео Готов поспорить Ты даже, блядь, не смотрел Раунд Обида фаната Не заметил Не запомнил Как так Буду мстить Это был третий раунд В каждом баде было практически такое И уже в современных американских фильмах тоже Которые Марвеловские У них все время обида Значит Человек-паук Я был твой фанат Ты меня не запомнил Как там Электро или кто там Ему предъявлял Как вам? У Дипа Александра лучше И по тексту И по читке Ну Кто тоже умеет Типа петь Но И забавнее Дипа Александра В общем Мне больше нравится В данном случае Ну Третий раунд Он мог бы Получше сделать Как бы мог Попытаться Ну Сделали лирику Невероятно Крутой баттл И я думаю Его будет Не знаю Как другим судьям Давайте Собственно Его надо Отсудить Вау Вау Большие красавчики И первым У нас будет судить Руслан Пачука Дайте шуме Во-первых Спасибо вам большое За пиздатый баттл Мне очень понравился Во-вторых Да Судить действительно сложно И я наверное Буду по раундам судить Потому что так проще Первый раунд у вас Достаточно равный На мой взгляд Технически Тоже достаточно равный И у тебя Какие-то там Словечки пропадали Но в целом Ничего страшного У тебя заебись Что опять Ты смог Пацанов Своих как-то Интегрировать Уебанское слово Куда ты пропадаешь Как сказал Так сказал На самом деле Тебе это в минус Потому что Ну я не говорю Что там как-то Ты должен взаимодействовать С командой Но хотя бы Чтобы они За плечами встали Было ощущение Что ты баттлишь один Ну то есть Ты так и так баттлишь один Но нет ощущения Что у вас какая-то команда При том что У тебя неплохой был панч Про Мага Скири В первом раунде Но наверное Первый раунд С небольшим приветствами Был попроще У него Очень разнообразный Он прям Как будто я не знаю Зажегся И начал подавать Более эмоционально И очень много Панчлайнов Заходило подряд То есть прям ударный 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 В то время как Ты сосредоточишься На какой-то Одной такой истории И в целом Она у тебя Ну наносила Такой удар Мне второй раунд Больше понравился Уотто И третий У меня был Определяющий У тебя Третий раунд Мне показался Плюс-минус На уровне второго А у него Чуть похуже Чем его второй Но все равно Его раунд Мне третий Понялся больше Голос Уотто 1-0 Ведет Уотто И вторым У нас отдает Битмейкер Софа Саур Дайте шум ему Йоу Ой, третий раунд Очень душевный Сильный Это было круто Такой Сторитейлинг И аж прям Ух В общем Я не буду по раундам Полностью все Разбирать С обеих сторон Были панчи классные Но в целом В музыкальности Да и то Что Отто вывозит Один без команды Это не то чтобы минус Это в принципе Даже круто С какого-то части Да Не должно быть взаимодействия Прямо Оно не обязано Но так или иначе Я считаю Что Отто сейчас Вывез социально Круто Очень круто 2-0 за Отто Третий голос Серж Барабанщик из группы Авиаторы Дайте шум ему Спасибо Спасибо Я так скажу По первому По первому раунду Было примерно равно Но Вот клево Да, что интегрировали Участников Но было ощущение Что Отто При этом Вроде 3-1 Но Отто Все равно Держится в стойко Но дальше Вот по второму раунду По концентрации И главное По качеству Панчи У Отто Был явный перевес Как мне кажется И третий раунд Был такой Решающий В каком-то смысле Но Тут был явно Очень мощный Напор Прям вот Такой Как сказали Душевно И мне как кажется По напору По панчам По концентрации По качеству Для меня Явный перевес Завод Голос Моё мнение Не сопадает Со судьями Вооруженное Ограбление Битов Виктор Коломойский Пошумите Пожалуйста Олигарх По традиции Да Конечно Ну Я соглашусь Типа Я тоже смотрел Баттл И думал Бля Ну типа Это сложная Хуйня Вот И типа Судьи тоже Такие Входят Говорят Сложная Хуйня Вот Мы с людьми Сходятся В общем Да Типа На самом деле Для меня Вот что удивительно Я типа думал Дипэксэнс От Ну просто Вот баттлит Типа им похуй На друг друга А тут Типа такая История Ну то есть Да Типа Там они Прям друг друга Хуйнями Кроют Протелок Там Ну то есть Прям баттл рэп Происходит Пиздец Какой-то Расстроенная Команда Вот тут Типа Знаете Определяющее То что это Происходит На битах То есть Типа Если Это было бы Подтек То Наверное Было бы Попроще Вот Наверное Было бы Попроще А поскольку Это на битах То тут Я действительно Соглашусь Большинством Что Это не то Чтобы там В одну Какую-то Калитку Даже не 55 на 45 А вот здесь Я прям С небольшим Перевесом В сторону Отто 4-0 4-0 За Отто Друзья И я Собственно Скажу Я буду Говорить Долго Приготовьтесь Пожалуйста Потому что Я все Это Анализировал Ну как Минуты Две У меня Ну может Минут Займет Короче Я буду Говорить По раундам Во-первых По поводу Поддержки Команды И не Поддержки Команды Здесь Как в одну Так и в другую Сторону Играет С его Стороны Как будто Он Вывозит Соль На С Отто Этот момент Подметил И в первом Раунде Начал Собственно Ну не перечитывать Весь раунд А залетел Дальше В бит Это очень Сильно Влияет На вайп И на ощущения От раунда У зрителей Взади А были Релоуды Какие-то Вживую Это нужно Понимать Но Мы должны Технически Оценивать Раунд Как будто Он не перечитывает Заново А с того момента Когда Собственно Он начинает Дальше Текст Это что Я хотел сказать По техническим Моментам У них были Косячки Небольшие У каждого Какие-то Сбивки Но Ничего критичного Не было И дальше Возникают У нас Сложности Лично у меня Первый раунд На мой взгляд Во-первых Кстати Мне не Очень понравилась Эта распевка Мне кажется Она была затянута Но это Исключительно Мое мнение И вот Оно Мне как раз Таки Не зашло Но мне кажется Что по технической части По наполнению По По разнообразности Дебэксенс Был лучше В первом раунде На мой взгляд И первый раунд Однозначно за ним И я прям Ну как бы Удивился Так скажем При том что я понимаю Уровень Дебэксенс Но мне кажется Он сделал очень круто Второй раунд У Деба тоже сильный Понимаете Прикол в том Что все раунды Блять сильные Но Отто Во втором раунде Правильно сказали Зажегся так Что ну пиздец Он прям накидывал Как будто Что-то личное Как бы вот говорил Я не знаю Насколько там Это его актерский дар Или это действительно за ним Я не буду говорить Какие-то вещи Что там пацаны По фактам Не по фактам Мы этого не знаем И дай бог нам Ничего там не знать Но Не дай бог Вы такие пацаны Ебать вы кончены Я извиняюсь Короче Вы пиздатые пацаны Но второй раунд За Отто На мой взгляд При том что у Деба Был сильный раунд То есть если у Деба Мы берем там Не знаю На 4 На 4 с плюсом Его раунд То у Отто 5 с плюсом Железные И третий раунд Определяющий Что мне очень сильно понравилось И что было невероятно круто В плане баттла Тематика поднимает Деб Рассказывает Вот этот стори теллинг За жизнь И Отто Как будто Зная его текст Ему отвечает Как единый какой-то раунд Это было невероятно круто И здесь Мне на самом деле Очень тяжело Потому что Мне и тот И тот Тут у меня по раундам 1-1 И мне и тот И тот раунд зашел Но наверное Какой-то эмоциональный Вот понимаете Технически Я не хочу оценивать этот раунд Потому что В первом раунде Я же сказал Деб Тоже золото отдаст В третьем У них там наравней По темам По панчам Деб в конце Как будто бы Знаете Добавил баттл рэпа Третьего раунда Отто Как будто бы Душевности добавил Но при этом Это все настолько Блядь плотная хуйня Я буду судить Прошу прощения Ну возможно Я сейчас косячу Но я буду судить По раунду Который мне По одному раунду В такой ситуации Который мне больше всего Понравился в баттле Это был второй раунд Отто Побеждает Отто 5-2 Ну короче Лирика зашла Людям Я так понял Третий раунд Тоже как бы Один из решающих Считаю Я считаю Вы должны пошуметь И для Отто И для Дип Эксенс Это было очень круто Нормально У меня понравилось Вполне годно